так ну что я туда конечно закрыто все но я поехала прямо все и посмотрите какая красота мне открывается как там машин полно тоже какой-то пляж это уже другое место но ответить это закрыто значит что-то другое найдется вот она нашлось что такая природа сейчас некрасивая все такое жухлое коричневая как будто бы грязь вокруг зелени мало еще все выгорело что это за местность это пляж чё тут делать так на воду посмотреть он дорожка кстати какая-то можно по ней будет пройтись вверх туда все тут видимо тупик ладно пойду по горам поважу ну что проверим что тут фигня какая-то честное слово дикий пляж не о чемный там красиво вон горы песку чё-то не охота идти кстати сейчас спущусь и там туман такой был полюбуюсь так вижу людей которые с палками значит здесь есть дорожки где ходьбы вон видите мужчина женщины сейчас туда же пойду какая-то развалюха это кафешка что ли наверняка не работает слабо хоть тут без масок все кстати написано что с собаками нельзя сюда на этот пляж странно почему так ну что туда пойду смотрите какие горы тут красивые птиц полно туман такой висит тоже неплохо везде неплохо он ведь фотографии делают здесь куда не придешь везде видишь что-то новенькое и необычное среди как египетские пирамиды прямо один в один ой слушайте все таки конечно это такое неблагодарное дело кому-то что-то навязывать жизни и я просто всем советую этого не делать потому что вот если человек сам к чему-то не придет и вы будете ему на мозги этим капать 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 заставлять что-то делать ничего хорошего из этого не получится у человека конечно эта информация засядет в голове но свое решение последнее он конечно должен принять сам человек к этому может быть не готов много-много лет я вам рассказывала что как я пришла к америке я вот мне сто раз могли говорить что тут классно что тут вообще и зарабатывают и замуж вон девчонки выходят я всегда видела только то что я хотела увидеть я хотела увидеть плохую америку и я ее видела я рассказывала я работала в суде когда у нас там приезжали американцы в те времена еще усыновлять детей брошенных российских и так как я работала в суде конечно же я все это видела и видео как приезжали эти американцы какие они такие сентиментальные как они эти решения суда слушали стояли там за ручки держались какие деньги они за это отдают и у меня ни разу не было желания вообще поглубже узнать даже этот вопрос кто это такие американцы потом знакомая у меня вышла замуж уехала меня вообще ничего не интересовало потом у нас где работала женщина работала и она 15 лет она искала себе мужа и наконец-то потом нашла в америке ее в какую-то одну страну и пустили она уже с мужчиной там переписывала дело до свадьбы доходила и ее в ту страну не пустили и она все-таки американцы нашла и я помню вот она прислала фотографии когда нам и мы там сидим чай пьем и смотрим эту фотографию то она сидит футболки в кроссовках и вот мы всяко разно там ее ой как она опустилась в этой америке там все превращается в бабич короче мы тут такие красивые сидим и и бесполезно было говоришь он там живет хорошо счастлива что больше не надо утром вставать на работу мчаться там и стоять на остановках мерзнуть ждать транспорт но как бы понимаете мы видели то что мы хотели увидеть и мне тут написали спрашивают почему у меня сестра не выходит замуж за иностранца ну родная я вам говорила это вот как сапожник без сапог столько девчонок кто меня смотрел приехали в америку жить вышли уже замуж и живут тут не один год и они вот увидели вот эту информацию им не надо было ничего объяснять и там больше что-то рассказывать заполнять за них что-то объяснять как тут жить что делать они суть уловили все садятся и начинают действовать что-то непонятно раз опять нашли какого-то блогера посмотрели информацию и они сами начинают двигаться потому что у них желание есть потому что они этим заинтересовались у них появилась цель если у человека нету цели как-то он все свои делах там крутится вертится и ему некогда этим даже заниматься вот он садится с неохота это делать потому что оля сестра навязала оля сестра там каждый вечер звонит и говорит юля иди садись на сайт пиши пиши иди знаете чеку ничего не захочется делать человек должен к этому сам прийти я говорила что столько девчонок мне пишут благодарственных писем столько вышла замуж но мои родственники никто не моя по не мои подруги никто не вышли замуж после того вот как я уехала ну чтобы вот так получилось посмотрели на меня и сказали я тоже хочу все сели за компьютер и уехали ни одной поэтому чё-то там ругаться заставлять кого-то расхваливать эту америку какая она шикарная едь сюда и вообще этим никогда не занимаюсь я так рада что есть youtube когда ты эту информацию не навязываешь человек если хочет посмотреть как я живу все пожалуйста заходи на youtube смотри у меня сейчас ролики никакие не обучающие ничего я показываю просто каждодневную обычную жизнь в америке мою жизнь приезжаю в россии я никогда не сижу и не говорю об этой америке день и ночь потому что людям это не интересно но единственное что мне так ни один человек в россии не поверил что я вышла замуж по любви по чувствам это бесполезно доказывать потому что люди опять же они хотят увидеть только то что они хотят увидеть они хотят видеть что я приехала сюда по корысти значит они будут это видеть хочу то доказывать рассказывать это бесполезно поэтому вот никогда ничего никому не навязываю не сестрам не знакомым подругам если захотят спросят я отвечу я сейчас по-американски же не спрашивают не лезь спросят отвечу а